Привет друзья! Вы на канале Бароша. Знаете ли вы, что с древних времен кошки активно участвовали в войнах вместе с людьми? Приготовьтесь услышать несколько интересных исторических фактов. Кошки и проигранная война. Из-за кошек египтяне как-то проиграли одну войну. Как же так получилось? Готовясь напасть на египетский город Пелузу, царь персов Камбис отдал приказ наловить побольше кошек. Он знал, что египтяне почитали этих животных, поэтому приказал своим воинам взять руки по одной кошке и нести их навстречу египетской армии. Завидев врага с пушистыми щитами, фараон не смог отдать приказ об атаке и египтяне сдались без боя. Кошки – хранители доспехов. В Древнем Риме кошек ценили за их способность ловить грызунов. Они были настолько хороши в этом, что римская армия брала кошек с собой, чтобы защитить свои запасы. Кроме порчи припасов, крысы разносили болезни, а еще любили грызть дерево и кожу, представляя серьезную угрозу для римских доспехов и снаряжения. Чтобы избавиться от этих напастей, кошки стали незаменимой частью римских легионов. Кошки против Наполеона. Наполеон Бонапарт боялся и ненавидел кошек. Он даже сопротивлялся идее разведения кошек для ловли крыс, предпочитая использовать яд, который вызывал отравление и у людей, и у грызунов. Страх кошек развился у Наполеона в детстве, когда на него прыгнула кошка. Этой фобией воспользовался Нельсон, который выпустил стаю кошек на поле битвы. Таким образом, Наполеон был застигнут просплох и проиграл. Крымский том. Случайным героем Крымской войны стал кот, которого назвали Крымский том. В 1854 году британские и французские войска после длительной осады заняли город Севастополь. К этому моменту продовольствие уже закончилось и войска голодали. Однажды британский лейтенант обратил внимание на кота, который выглядел сытым в голодном городе. Солдаты последовали за ним и кот привел их к тайным хранилищам еды. Присоединяйтесь к нам! Подписывайтесь на канал! Будет еще много интересного!